Друзья мои, добрый день! Мы продолжаем наши разборы. Я очень рад, что вам разборы планировок нравятся и вы даете, делитесь комментариями. Не ставлю перед собой задачу дать всеобъемлемующее решение и тем более ни в коем случае сделать планировку. Если бы планировки делались вот так вот за 5 минут, то и профессии дизайнера не было бы. Профессия дизайнера, она не об этом, она о том, как мыслить. И я хочу показать примерно, как мы мыслим как дизайнеры и как вы можете мыслить сами как клиенты, либо как человек, который сам себе хочет сделать планировку, например, на что смотреть. Для того, чтобы просто задавая правильные вопросы, получать правильные варианты. Хорошо, давайте начнем. У нас сегодня на нашем разборе, на нашем столе планировка. Сегодня двухэтажный дом. Прислали нам ее и пошли со входа до второго этажа. Сейчас пройдем и все посмотрим. Итак, заходим. Как всегда мы заходим и смотрим, что есть какое-то место, куда мы можем положить либо сумочку, либо ключи, либо что-то. Всегда какая-то тумбочка есть. И, кстати, тут хорошо, что подписано. Очень здорово, когда вы присылаете, вообще даже когда делаете планировку, очень здорово, если есть возможность сразу подписывать, что там. В принципе, если вы дизайнер, и мы учеников тоже так учим созданием планировок на курсе по дизайну, лучше всего подписывать, потому что ты и сам не забудешь, когда будешь презентовать. И вдруг, если ты удаленно будешь отправлять свою планировку клиентам, то в этом случае он не будет задавать вопрос, а что это такое, ну то есть ему будет понятно. Но в любом случае я рекомендую всем, кто делает планировки, если вы дизайнер и отдаете клиенту, то всегда проговаривать это. И если вы клиент, тоже не надеетесь на то, что пришлите мне разные варианты, я буду сам смотреть. Не нужно. Работа дизайнера хорошего – это именно презентовать свои планировки. Вот примерно как я. Сделать это можно в любом формате, не обязательно так. Можно либо по скайпу, либо по зуму, либо еще каким-то образом. В общем, главное, общий смысл – презентовать и рассказывать свои решения. Это тоже работа дизайнера, ее нужно делать. А если вы клиент, то нужно ее требовать от вашего дизайнера. Не в стиле, вот мы вам прислали, посмотрите, пожалуйста. Вы как клиент можете чего-то не понять. Задача дизайнера – сделать презентацию, это его работа. Поэтому требуйте в лучших магазинах работы дизайнера именно в таком формате. Итак, мы заходим. У нас здесь есть место, куда можно повесить что-то отлично. Но в целом я бы не рекомендовал делать вот такие вот вещи, потому что тут будет постоянно бардак. Лучше всего этого избегать и каким-то образом делать шкаф в закрытую историю. Если нравится, то окей. Но мне лично такая не очень история нравится, но это, наверное, личное какое-то предпочтение. Банкетка, зеркало – отлично. Кстати, тоже здорово, что все подписано. Хорошо. Шкаф – хорошо. Заходим в следующую зону. Я намеренно сейчас не смотрю все вместе, чтобы и вот как мы заходим, так и будем изучать объект. Здесь у нас гостевая комната. Диван – окей. 2400 плюс он раскладывается. Кстати, хорошее оформление, что показано именно, как он будет раскладываться и что ничего не задевает, либо задевает. Вот этот столик, я так понимаю, просто будет двигаться. Это тоже очень хорошо. Дальше – ТВ, шкаф. Здорово, что показана штора. То есть это тоже очень правильно при паркованных состояниях. Поэтому видно, что есть место для того, чтобы поставить шкаф, для того, чтобы поставить диван и ничего не будет задевать. То есть что же рисуется именно для этого. Еще, кстати, открывание окон делается, открывание дверей. То есть если окна открываются, то они, естественно, будут, скорее всего, не вот так вот сделаны, а где-то они будут по центру, скорее всего, расположены. И открывание окон тоже здорово. Имеет смысл балконных дверей показывать. Не окон, а балконных дверей обязательно, чтобы было понятно, где что открывается. Так, здесь, в общем-то, хорошо. Сходили. Котельная, она не рассматривается. Здесь как бы особо ничего интересного. Тоже окей. Кладовая, постирочная, стиральная машина. Хорошо. Открываем внутрь. Окей. Здесь вот, кстати, имеет смысл, возможно, имеет смысл все-таки открывать дверь не внутрь, а либо сдвижную ее сделать, либо наружу. Почему? Потому что тогда вот это место мы можем дополнительно как-то использовать. И, возможно, имеет смысл чуть-чуть вот сдвинуть дверь, чтобы вот это вот полноценно использовать как, ну, либо шкаф, либо на 600. Если получится, сделать это будет вообще замечательно. Соответственно, сдвинув немножечко расстояние. То есть, это нам даст вот эту полезную площадь, которая сейчас не используется. А эта полезная площадь здесь важна. Ну, то есть, как рекомендация. При этом возникнет вопрос, а не мешает ли нам кладовая, постирочная вот эта вот сама конструкция. То есть, ничего страшного, она поднимается, опускается, то есть, ее можно по-разному использовать. А вот это место желательно, конечно, было бы использовать. Хорошо, идем дальше. Следом мы попадаем в святую зону. Здесь у нас кухня, конечно же. Высокий шкаф, духовая, СВЧ, отлично. Вот так вот отмечается холодильник, отлично. Ну, холодильника вообще для дома 600 это достаточно мало, сразу скажу. Ну, то есть, холодильник лучше использовать либо два, либо побольше. Ну, если нет какой-то специальной зоны, где отдельно хранятся продукты, то это точно будет мало. У нас, по-моему, у нас огромнейшие холодильники, по 800 две штуки, еще одна морозильная камера и еще на третьем этаже еще один холодильник на 600. И все они забиты, то там чем-то там, чем только не забиты. В общем, поэтому всегда это в доме такая история, когда лучше сделать побольше. Вот одного точно маленького недостаточно будет. Дальше, посудомоечная машина тоже лайфхак. Посудомоечная машина тоже две можно делать. В доме это очень актуально, если вы две посудомойки делаете. Почему? Потому что, в принципе, вы можете в этом случае хранить, ну, в одной посудомойке у вас чашки, допустим, да. То есть, не надо перегружать посудомойки в шкаф и из шкафа в посудомойку. То есть, пока одна моется, стирается, да, вторая используется как шкаф и потом наоборот. То есть, вы как бы, если у вас два сменных комплекта, то вы можете из одной вытаскивать и не делать дополнительно какие-то нависающие шкафы и полочки. Ну, такой лайфхак. Как показала практика, две посудомойки очень круто, очень удобно и рекомендую. Так же, как и два холодильника. Так, значит, стеллаж все отлично. Здесь кухня хорошо сделана, вытяжка здорово. Здесь у окна вообще замечательно, старайтесь все окна делать. Вот здесь вот я не думаю, что будет у вас все-таки вот такая история, да. Скорее всего, будет здесь римские, вот здесь вот расположено внутри и здесь не будет штор. Стеллаж хорошо, остров тоже отлично. Вот здесь вот совсем впритык так не будет. То есть, точно нет, остров надо либо делать чуть побольше, либо сюда, либо сюда. И спокойно размещаться. Сейчас вот по стандарту получается уж очень впритык. Ну, просто некомфортно будет сидеть, как вы видите. То есть, невозможно будет сесть именно нормально. Вот, поэтому здесь чуть-чуть побольше добавьте. Следом идем. Здесь получается проемы, насколько я понимаю. И вот эта вот несущая стена в стене проема, возможно. Давайте посмотрим. Стеллаж на металлических рейках. Да, может быть. Дальше заходим. Здесь диван. Стеллаж на металлических рейках. Еще один, да, такой же. Окей. Телевизор. Ну, вот здесь вот места достаточно много между стеллажом металлическими рейками. Оно никак не используется. Вот, соответственно, его можно сделать, ну, снизу телевизор что-то полезное. Да, либо это будет шкаф, стеллаж, какой-то камин. Ну, что-то, да, что можно дополнительного. В общем, место вот это использовать. Дальше диван. Ну, чтобы попасть вот в, что это такое, обеденная зона. Вообще она не функционально сделана. Почему? Потому что вот сюда особо не попадешь. За диваном ты сюда не встанешь, не сядешь. Места очень мало. Вот эта вот зона точно нет. Она не проходит у вас ни по каким таким гостам, стандартам, да. По эргономике она просто не подходит. Почему? Ну, потому что вот мы, допустим, сделали, не знаю, себе яичницу, да, несем, сюда садимся. То есть мы либо сюда садимся, либо сюда. Никакого варианта вот сюда вот обходить, это просто неудобно будет. И вот сюда как-то садиться. А потом вот отсюда идти назад. Это очень тяжело. Когда делаете стол, надо, чтобы с разных сторон к нему был доступ. Здесь такого доступа нет. Ну, либо этим столом вообще не пользуются, он просто стоит как мебель. Ну, тогда, наверное, его стоит вообще к дивану как-то так вот вставлять, да, что как будто его нет, и стулья вообще задвигать, а четвертый, пятый куда-нибудь вообще убирать. Ну, чтобы его не было. И он только по праздникам, допустим, выдвигается, допустим, стол, да, вот он такой вот остается. Диван тогда смещается, и у нас здесь вот такая дискотека. Но если это не так, вообще лучше сценария такие не делать. Когда есть возможность, оставляйте сценарий, чтобы все, ничего не нужно было передвигать никогда. Потому что это всегда, ну, не здорово, неинтересно. Лучше всего, чтобы все стояло на местах. Как в этом случае поступить? Скорее всего, перепланировать вот эту зону. Ну, то есть, опять же, вот это вот совершенно бестолковая какая-то история. Ну, то есть, возможно, здесь как бы красиво, да, сидишь, смотришь. Ну, да, может быть, отдыхаешь. Но, как бы вот эта вот сама по себе конструкция такая, она как бы, ну, может быть, лишняя. Ну, ладно, да, давайте так. Здесь сидит человек, читает книгу. Хорошо, утверждаем. Но тогда одновременно сюда, вот в эту зону поставить и столовую, и зону с диваном, ну, достаточно проблематично. Что тут делать? Скорее всего, либо диван как-то сдвигать. Возможно, кстати, возможно, да, может быть, вот такие какие-то решения. То есть, диваны поставить здесь два. Ну, единственное, что как бы боком смотреть, да, и больше сосредоточиться на какую-то... Ну, хотя тоже здесь вот дверь. Очень тяжело это сделать. Сейчас надо думать на самом деле. Вот плохо решена вот эта зона из-за того, что диван и из-за того, что стол очень близко. То есть, вот эти расстояния абсолютно никакого не выдерживают критики. Что делать? Ну, нужно думать. Давайте подумаем на самом деле, попробуем, как стол разместить. Допустим, стол мы размещаем. Ну, да, он где-то должен быть около кухни. Нужен ли остров? Да, наверное, нужен. А вот, кстати, зона еще огромная. Что тут происходит? Возможно, имеет смысл вот сюда стол разместить. Да, почему нет? Вот вы размещаете тогда вот сюда стол. Вопрос возникает, что это мы входим и сразу видим. Ну, да, и ничего страшного. Вот стол здесь. Нужен ли тогда этот остров? Может быть, и не нужен. Может быть, остров как-то еще заменить. Может быть, кстати, вот здесь вот холодильники поставить. Да, возможно. Тут надо смотреть. Может быть, и вот эта зона не нужна. В общем, я бы стол отсюда точно убрал. А здесь бы в этом случае тогда у меня бы была, может быть, полноценная тогда гостиная. Не все скомкнуло, а как-то разместить. Ну, допустим, да, допустим, может быть. Вообще тогда в эту сторону может быть телевизор, например, да. То есть тут надо думать. В общем, я голосую за то, что вот это вот надо разъединить. Как разъединить? Давайте сейчас не буду инструменты. Тут надо вот эту часть, в общем, крутить туда-сюда. Просто даю поле на подумать. Если знаете, как сделать, то напишите в комментариях, предложите свой вариант. Давайте интерактивчик сделаем такой. Лучший вариант мы в следующий раз прокомментируем, опубликуем, скажем так. Так, заходим. Дом из бруса. Уже возведены все стены, кроме более тонких проемов для лестниц уже сделан. Для семи и трех человек обязательно гостевая комната, отдельное помещение гаражом, откладной пол. Ну, хорошо, гараж и гараж. Хотя он, конечно, какой-то бестолковый, какой-то большой очень. С гаражом я не понял, где здесь въезд. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте посмотрим сейчас планировку номер два, вернее, второй этаж. Планировка одна, да, но этаж уже второй появился. Так, сделаем сейчас скрин, чтобы мы смогли нормально с этим поработать. И того мы поднимаемся на второй этаж. Вообще, ну, наверное, это не этот случай, но вообще, если есть возможность, очень прикольно сделать лестницу, ну, такую открытую, да. И вообще здорово, если есть возможность второй свет сделать. Понятно, что дом маленький, да, здесь это, наверное, скорее всего, больше невозможно, чем возможно. Вот, но так, скажем так, у кого дом больше, там 300-400 метров и более, это всегда выгодно, когда есть второй свет, когда ты поднимаешься по лестнице, это всегда красиво. Хорошо, поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас унитаз, раковина, душ. Отлично, все хорошо. В детскую комнату вход тоже хорошо. Мне почему-то кажется, что лучше наоборот сделать, то есть, вот сюда смотреть, чтобы в окно. То есть, ты просыпаешься и смотришь в окно, а не на стенку. Почему-то, мне кажется, так будет поприкольней. Здесь шторка тоже хорошо, интересно такое место. Дальше. Здесь отлично, но тоже мы видим, да, что шторка, она заходит на стол детский, да, соответственно, либо она будет по бокам, либо все-таки какой-то жалюзи будет. Стеллаж, мягкая зона под окном. Хорошо, шкаф, отлично. Причем тут еще место есть там для творчества, либо еще чего-то, там стенку можно какую-то поставить, спортивный снаряд. Отличная детская комната, нравится. Даже если это будет двое детей здесь, то, в принципе, кровать может быть двухъярусной, тоже вполне окей. Попадаем во вторую часть. Зона спальни главной. Здесь сама спальня 2 метра, 600-600, отлично. Место есть. Я бы все-таки сделал не около окна, а все-таки в припаркованных состояниях. То есть, вот сюда и сюда. Телевизор вот здесь будет крайне неудобно, крайне неудобно, потому что коситься придется. Так лучше не делать. Вообще, ну, не делать телевизор не по оси. Как можно сделать? Есть такие конструкции, которые просто лифты сдвигаются, выдвигаются. Можно здесь поставить. В принципе, это нормальная история. За ней можно тоже какую-то сидушечку поставить, чтобы сидеть туда смотреть. Плюс тут рабочее место. В принципе, неплохо. Можно как сделать? Чтобы с одной и с другой стороны было нормально. Телевизоры сейчас недорогие. Я бы сделал, на самом деле, наверное, вот так, что выдвигается телевизор или постоянно находится, либо и с одной, и с другой стороны. То есть, отсюда телевизор и отсюда. Либо с одной стороны телевизор, а с другой стороны какой-то декор или еще что-то. И он может, в принципе, выезжать вверх и вниз, мы такие делали, нормальная, не очень дорогая получается конструкция, просто лифт такой, который поднимает все это дело, вот, вот телевизор здесь крайне, я думаю, неудобно будет, еще один вариант, ну, хотя нет, тут, наверное, не очень, хотя, почему бы и нет, возможно, возможно, сделать с потолка, я не знаю, что за потолок, сдвижной экран и проектор куда-то встроить, да, чтобы смотреть вот так вот, тоже прикольно, кстати, может быть, я даже так бы поступил, Сдвижной экран сверху, смотришь и как будто ты в кинотеатре, в общем-то, очень неплохо, мне кажется, даже, возможно, интереснее, мне нравятся такие решения, они прикольные, да, и, конечно, если вы делаете кинотеатр, лучше всего сделать какие-то колоночки, поставить обычный пятиканальный звук, раз, два, три, четыре, куда-нибудь пять, они настраиваются, то есть ничего, если оно не совсем по оси, это все настраивается, все это работает, сабвуфер еще куда-то воткнуть, сабвуфер куда-нибудь вот сюда вот, например, и будет отличный звук, Практически такой кинотеатр будет, очень прикольно, ощущение, если все сделать правильно Гардеробная комната, так, 1500, 1500, ну, хорошо, да, может быть и так, чуть-чуть маловато, мне кажется, гардеробочка, но, окей, может быть, может быть И здесь рабочее место вполне, ну, что, планировка-то в целом-то неплохая, засада только на первом этаже, в остальном все хорошо Ну, что, традиция, чтобы комментарии, если у нас будут какие-то по делу, пишите, задавайте вопросы, присылайте свои планировки, какие у вас есть Я давайте тоже дам еще минуточку рекламы, если хотите создавать дизайн, создавать правильно комплектацию, у нас есть книга, энциклопедия Дизайн и комплектация толстая, полезная для дизайнеров, для клиентов, будет очень важна Стоит всего 3000 рублей, а сэкономят сотни, наверное, тысяч денег, если в рублях И очень много часов личного времени, чтобы потом не переделывать за нерадимыми подрядчиками и поставщиками Если хотите научиться дизайну, хотите создавать свой дом, если вы свой дом планируете, то вы можете обучиться дизайну и проверять работу дизайнера, вашего либо архитектора Вот примерно так же, либо прислать ее мне на разбор, я вам помогу дать обратную связь Поэтому присылайте свои работы, приходите к нам на обучение, читайте книгу, пишите комментарии, если что-то вам непонятно Обсудим и увидимся в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok